Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня очередное или неочередное видео, как хотите Я пришел прогуляться в одну из моих любимых локаций, которую вы уже знаете, видели, встречали Не совсем эту локацию, но совсем недалеко от нее И тут достаточно живописно И у меня сегодня не так много тем для обсуждения На самом деле всего лишь одна И она не про природу И она не про Норвегию Поэтому, если вы ожидали услышать или увидеть что-то про природу или про Норвегию То это не то видео, которое вы можете хотеть посмотреть Однако, если вам интересны компьютерное железо Цены на компьютерное железо И последние новости, которые я могу вам поведать Основываясь на своих На рассмотренных магазинах, которые я знаю На своих исследованиях ветерного железа То stay tuned, так сказать Для получения информации на этот счет В общем, хочу мотивировать людей Покупать хорошие вещи Хорошие вещи Это не только качественная вещь Не только вещь, которая прослужит долго Вещь, которая удобная, красивая И качественно сделанная И правильно сделанная И долговечная И так далее Но, на мой взгляд Уже, наверное, пора Добавлять критерию качества Такой критерий, как Вероятность и возможность Самоокупаемости данного предмета Ну, понятно, что сам по себе предмет Не содержит такого показателя И без участия человека Самоокупаемость не имеет смысла Но, предположим, условно говоря Для упрощения примера Здесь можно привести Привести в пример Так вот Можно привести в пример Инструменты Которые вы используете Для получения дохода Например, когда вы покупаете Профессиональную аудиокарту Или для того, чтобы вам записывать Нужно гитару Или же клавиши Потому что вы пишете музыку Или же вы там Исследователи Вы покупаете более мощный ноутбук Для того, чтобы вам было комфортно работать Ну и так далее Такие примеры можно продолжать То вы как бы инвестируете В свое будущее Опосредованно, конечно же Тем не менее Я подумал, что Наверное, уже настало время Включать такую характеристику в предметы Особенно эту характеристику Просто можно Ну, как сказать просто Здесь, конечно, все Субъективно Все равно Так или иначе До полного объективизма Здесь мы не дойдем Но, по крайней мере Компьютерное железо Можно использовать По многим назначениям Во-первых, его можно использовать Для максимально Опосредованного дохода То есть так же Как с любым инструментом Например, лопата Позволяет вам копать Условно говоря Кирка там Добывать что-то Если так Упрощенно А комп позволяет вам Работать над теми задачами Над которыми вы работаете Соответственно Ну, тут уже Профессиональное У кого что Как бы Вот Но Кроме этой возможности Комп вам дает еще одну Отличную возможность Это Скажем так Полупассивное Получение полупассивного дохода То есть Минимальный эфорт Да Для получения дохода Речь, конечно же Здесь идет про майнинг Как вы, наверное, догадались Могли догадаться Уже Вот И Да Покупая компьютерное железо Я считаю, что железо Не должно простаивать Считаю, что железо Создано Для того О Круг Для того, чтобы его использовать И поэтому Если вдруг Вы свое железо Не используете Не эксплуатируете То На мой взгляд Да С одной стороны Вы не тратите электричество На то, чтобы ваше железо работало С другой стороны Вы Как бы Оно устаревает Время идет Скажем так Относительно нового железа Мощность этого Вашего старого железа Она Как бы Падает Хотя Она может стоить на месте Или падает не сильно Но новое железо Выходя Как бы Естественно Заставляет Замедляет Сю эту историю Вот В общем Что я вам хочу сказать Сейчас цены На полупроводники Хотя еще Мы не выбрались Окончательно Из полупроводникового кризиса И всех проблем Связанных с ним Тем не менее Цена уже начинает Возвращаться На круги своя Скальперы Уже перестают Получать Бешеные доходы По видеокартам Перестают продавать Их в два раза дороже Особенно Это касается Красных видеокарт То есть AMD Видеокарты AMD Уже можно встретить По таким ценам Как 200 долларов 300 долларов И даже Ниже Правда Скорее всего Речь идет Все таки Не про майнинговые Карты Здесь тогда А про игровые Для простых игр Какие-то карточки Можно найти Даже дешевле Либо же Если говорить О БУ-картах Вот Но В любом случае Вот смотрите За год Новая карта Не умирает От майнинга То есть Это просто Невозможно Даже за два И за три Карта не умирает За то Что она делает За три года Она устаревает Как Получить Скажем так Два зайца По цене одного Очень просто Ну Предположим Мы здесь Оссумим Что вы иногда Играете в компьютерные игры Или же Мы осумим Что У вас есть родственник Друг Ребенок Родитель Неважно Кто-то Кто иногда Играет в компьютерные игры Или использует Видеокарту Для вычислений Математических Или графических Неважно То есть Использует Как бы карту Давайте назовем это Профессионально Несмотря на то Что игры Как бы Спорная тема Насчет профессиональности Но все равно Скажем так Использует По назначению Видеокарту Профессионально Да То есть Для игр Или вычислений Или графики Вот Если у вас Такой человек Есть То у вас Есть необходимость В этой видеокарте Как таковой Да Будет Получше Побыстрее Покомфортнее Работать И так далее Значит Еще раз Вернусь К мысли Что видеокарта За год Два или три Майнинга Не умирает Естественно При условии Нормальной эксплуатации То есть У вас Поддерживается Оптимальная температура В помещении Там на уровне Допустим Двадцати градусов Двадцати Двадцати Там двух Не слишком жарко Да У вас В общем Вы ее Хотя бы раз в год Осматриваете Обслуживаете Возможно Там чистите от пыли Проверяете Как бы Внешний Сосудит И так далее И плюс У вас еще гарантия Есть Не забывайте Гарантия на видеокарты Обычно Два-три года То есть В принципе Вы можете Не переживать На этот счет У вас есть гарантия Вот И В течение этого времени Естественно Вы не будете работать Двадцать четыре на семь Если только у вас Не какая-то студия Где посменно люди работают Да Что маловероятно То эта видеокарта Вам часть времени Не нужна Соответственно Что вы можете сделать В этом случае Вот С одной стороны Сейчас можно сказать Ой Ну видеокарты Они все еще дорогие Цены все еще не вернулись Не опустились окончательно А с другой стороны А с чего вы взяли Что завтра Не нагрянет Какой-нибудь Очередной кризис И они станут еще дороже С чего вы взяли Что сейчас Не идеальная возможность Да При том Что цены Уже чуть-чуть Опустились Я считаю Что сейчас Замечательная Отличная возможность Для того Чтобы Что-то такое Прикупить Так вот Получается Что когда вы Работаете на ней Вы можете использовать Под ваши задачи Останавливая майнинг Полностью Или частично Когда же она Вам не нужна Вы можете Настроить майнинг Либо вы можете Его запускать вручную Если вы Редко переключаетесь Между режимами Либо вы можете Настроить Условно говоря Майнер Заставку Когда вы не трогаете Компы Он блокируется у вас То спустя какое-то время У вас начинается майнинг Вот И для этого Я подчеркну Многие думают Что ой ну майнинг Типа порог входа высокий Да нет ребята Какой порог входа Вы о чем Если конечно Ну если мы говорим Про майнинг биткоина Если мы говорим Про там Тысячи долларов дохода То да Порог входа высокий Но если мы говорим Про самоокупаемость Одной видеокарты Когда предмет Может оплатить Сам за себя И еще Вы получите Как бы с этого предмета Какой-то дополнительный Профит В том что Вы его можете использовать Как параллельно Так и Последовательно То есть Параллельно с майнингом Видеокарты По прежнему работает В линуксе Это Я могу вам даже сказать Что некоторые игры В линуксе При запуске Позволяют Одновременно Играть и майнить И нету Естественно Требовательные игры Которые используют Видеокарту Там на 70-80-90% Они требуют Либо полной основки Майнера Либо Замедления Майнера Искусственного Скажем так На 50-60-70-90% Но Тем не менее Майнинг Возможен на одной карте Если вы майните Эфир Если вы майните Тон Если вы майните Комбинацию Коинов То есть Порог вхождения Здесь Ну какой порог вхождения Ну цена карточки Это порог вхождения И с одной карты Да можно майнить Да нужно майнить С учетом Если у вас карта Конечно Куплена Последних Трех-четырех Поколений Наверное Я бы сказал Что более старая карта Очень сомнительный доход И возможно Только Имеет Рациональный смысл Только в том случае Майнинг На старых картах Если у вас Например Солнечные панели То есть Уже стоят И уже Они себя купили То есть Условно говоря У вас бесплатное Электричество Которое вы могли бы Продавать Или может быть Вам его некуда продавать Допустим Вы вырабатываете 7 киловатт А используете 3 И у вас Просто некуда девать Еще 3 киловатта Допустим Соседей нет Или они не хотят Покупать ваше электричество Не хотят строить сеть К вам Допустим Да А вас Условно говоря Провайдер Грит провайдер Да Кто вам доставляет Электричество Отказывается Покупать у вас Электричество По какой бы то ни было цене В этом случае Майнинг Вообще Замечательное спасение То есть Особенно с учетом того Что Доход по Доход скажем Майнинг Солнечной энергии Или доход солнечной энергии Он не константный Да То есть Он меняется Throughout the day В связи с Температурой Господи Температурой Инсоляцией конечно же Ну температура Тоже частично Но в основном Это инсоляция В основном Это Сколько Какие облака Какого вида То есть Ну и соответственно Ночью Выработка Падает На около нулевые Показатели Хотя не на нулевые Кстати отмечу Но на около нулевые Вот Но это опять же Связано по большей части Не с панелями Панели и ночью вырабатывают А именно С Особенностью устройства Контроллеров Вот То что они Ночью не могут Переключиться в группу Работать по другому Ну в общем Это уже тема Для другого видео Совершенно У нас есть проект Очень долго играющего Очень долго мы его делаем До сих пор мы его делаем По Солнечным панелям По динамической Реструктуризации Солнечной электростанции Где Можно будет менять Динамическое количество Панелей В серии Подключений Да там параллельно Последовательное подключение То есть Динамическая топология Для солнечных панелей В общем Так Не будем больше На этом останавливаться Можно Как я уже сказал Долго говорить Вот И в общем Если например У вас есть такая Солнечная энергия То куда Видевать Что с ней делать Вот Замечательная возможность Вы можете Использовать ее Для этого Дальше Если вам например Нужно отопление Отопление часто бывает Электричеством Если у вас Отопление электрическое То Просто Как бы Так сказать Сам Бог велел вам Поставить майнер Чтобы он вам Грел дом Все равно То же самое Электричество уходит Но При этом В всем Ваша Тепловая система Может Самоокупиться В случае же С обычной Системой тепловой Вы получаете Один Выход тепло Здесь вы получаете И тепло И крипту Вот Но я уже На эту тему говорил В общем Вернусь Не будем снова Концептуально обсуждать Примем за Аксиомы Или за доказанную теорию Не знаю Как хотите Что майнинг Это хорошо И на самом деле Майнинг Способствует Экологизации Потому что люди Ставят Децентрализуют Свои доходы По электричеству Ставят солнечную панель Ставят ветряки Распределяют равномерно Более нагрузка И так далее Короче Майнинг Это на самом деле Хорошо Потому что он Выравнивает Нагрузки Потому что он Предсказуемый Потому что он Может работать На альтернативке Довольно У него Длительный Срок службы То есть там С минимальным обслуживанием Много лет Это железо может работать Если правильно Изначально все сделать Вот поэтому Я хочу Заинкуражить вас Так сказать To encourage you То есть Сподвигнуть Вас на то Чтобы вы Подумали Об этом Подумайте Вот хотите вы Новый гейминг риг Или хотите вы Новый риг Для работы С графикой Покупайте его Покупайте Да Можно подумать Видеокарта За 500 баксов За 700 баксов Это дорого Да Возможно Это так Но будете ли вы Так говорить Если Предположим Что 80% Дней в году Она у вас будет Майнить Да Когда вы Не пользуетесь Ей соответственно Или там 70 И за эти 80% Дней в году Она принесет вам Ну например Там Не 700 долларов А допустим 600 Да То есть вы Отдали за нее 700 А получили Допустим 600 И это я сейчас говорю При условии того Что курс Крипты Курс эфира Не вырастет Если вы майните эфир Или курс той Монеты Которую вы майните Не вырастет А это скорее всего Будет не так Потому что Крипторынок сейчас внизу Эфир внизу Биткоин внизу И понятно Что 10 кратного роста Завтра Нам ждать Бессмысленно Хотя всякое бывает Но Двухкратный рост В течение года Полугода Года Я думаю Что полугода Года Я думаю даже меньше Чем полугода Но Опять же Спорная тема В общем В любом случае Я считаю возвращение Курсу 60-70 За биток 64-63-62 Тысячи За биток И соответственно Это x2 К текущему Минимум И по эфиру То же самое То есть Вот вы добудете За год Со средней старой карточкой Ценой в Какие-нибудь там 500 баксов Это на сейчас Сколько там 500 баксов в рублях Сложно сказать Там все время Курс у вас меняется Но типа Минимальный Который был Я слышал 56 То есть 56 тысяч пополам Это 25 Плюс 3 28 тысяч Ну вот 30 тысяч рублей Карточка Допустим И Вы на Допустим Даже в худшем сценарии Через Тот же самый Год Покупили ее На 80% Это если Крипта не вырастет Если крипта вырастет Вы окупили ее На 150% Или на 200% Вот То есть Что вам позволяют Эти деньги Во-первых Вы Поучитесь Если вы не пользовались Раньше криптой Вы не майнили Вы научитесь Посмотрите Поймете Что это не сложно Что есть много инструментов Что Все это Можно сделать И Вполне реально Вот Это первое Что вы узнаете То есть У вас повысится Финансовая грамотность У вас повысится Финансовая независимость У вас будет Какое-то Скажем так Бэкапные денежки Которые вы сможете И самое важное Вы сможете В дальнейшем На эту крипту Ваше железо Апгрейдить Вот Когда у вас Стоимость Когда у вас Видеокарта Заработает Не просто Свою цену А еще один раз То есть 200% Она добудет Рой Скажем так Плюс 100% Рой Или 200% Общий Если считать Абсолютный Относительный Вот В этот момент У вас Ну Как бы На столе Минимум Минимум Будет находиться Те же самые Условные 500 баксов Или 700 Да И Соответственно Вы сможете Сделать Что Вы сможете Апгрейдить Видеокарту Если допустим Курс скрипты Вырастет Вы сможете Заапгрейдить Не только Видеокарту Может быть Весь Риг То есть Процессор Монитор Весь Ваш Риг Если же Курс скрипты Вырастет Больше Чем в 2 раза В 3 В 4 раза Вы сможете Не только Проапгрейдить Риг Но еще И расширить Поставить 2-3 Видеокарты Да Вам потребуется Платить Больше По электричеству Но Господа По эфиру На сегодня Там карточки 2070 Та же самая Которая Добывает 1 доллар В день В среднем Она 100 ватт Кушает Себе То есть В зависимости От конфига Допустим 105 ватт Будем грубо Говорить 100 ватт Вот 100 ватт Это на 24 часа Это 2,4 киловатта То есть Это 10 рублей Если у вас 5 рублей за киловатт Например 10 рублей Она в день Кушает 3600 рублей Она В год у вас Скушает Да 3650 рублей Если быть точным Соответственно Пусть даже 4000 рублей Она у вас Скушает Даст Доходу Она вам Где-то Я думаю 0,25 эфира Вот То есть Это Какой там Курс эфира Сейчас надо Глянуть Не знаю Не хочу Сворачивать Камеру Но В любом Случа 0,25 эфира То есть Условно Говоря Она себя Купит И в небольшой Плюс Те же Самые 3000 рублей Это В доллар Сколько 300 Окей Еще Вычтем 300 В любом Случа Как бы мы Не считали То есть Единственное Исключение Если у вас Какое-то Супер Дорогое Электричество Тогда Может быть Это Не прокатит Но Какое Должно Быть Под ценой Чтобы Эта Экономика Билась В ноль Сейчас Я вам Скажу Я Сейчас Грубо Скажу Но Один Доллар За Киловат То есть 55 Там 60 Рублей Допустим За Киловат Вот Сейчас Насколько Я знаю Цена Там 5 6 7 Рублей За Киловат Вот Если В 10 Раз Цена Электричества Поднимется То Это Будет Отбиваться В ноль То есть Вы Не Будете Зарабатывать Но По-прежнему Это При условии Не Роста Курса Рост Курса Он Понятно Что Сейчас Может быть Падение Вот Вы Купите Майнер И Курс Пойдет Еще В два Раза Ниже Четырех Тысяч Я не верю Что Напустится Баксов За Биткоин Но Может ли Опуститься До Четырех Да Может Конечно Может Опуститься И Условно Говоря Ваше Железо Вместо Доллара В день Одна Ваша Видеокарта Бедная Будет Добывать 0.2 Доллара В день В эфире Но Это Если Продавать Моментально Никто Естественно Выключите Эту Функцию Не Используйте Найсхэш Ребятки Не Продавайте Моментально Вашу Крипту Нет Ваша Крипта Это Как бы Игра В лонг Вы же Не Собираетесь Сегодня Купить Ваш Комп Но С новой Видеокартой Один День Поработать В графическом Редакторе Как только Вы графический Редактор Закроете Вы Продадите Комп А потом Как только Вам нужно Будет Снова Комп Поработать Снова Продадите Вы же Так Не Делаете Правильно То Вы Комп Покупаете Как длительные Инвестиции Лонг Терм Инвестмент Как автомобиль Только Чуть Может Покороче Хотя Для Кого Как Так Вот И Крипту Нужно Рассматривать Как Лонг Терм Инвестмент Соответственно Если Рассматривать Крипту В разрезе Одного Двух Трех Четырех Пяти Лет Ну Давайте Реалистично Трех Пять Это Железо Прям Сильно Устаревает Один Это Прям Еще Железо Свежее Давайте Скажем Три Года Если Рассматривать Крипту В разрезе Трех Лет То Вы Посмотрите На график Битка Посадьте Точку Три Года Назад Любой Датой И Три Года Вперед С Шифтом В три Года И Попробуйте Найти Место Где Крипта Спустя Три Года Была Ниже Чем Три Года Назад Попробуйте Найти Такое Место На графике Возможно Если Вы Очень Сильно Постараетесь Подбирать Даты То За Время Существования Крипты Развитие Десятилетнее Плюс Вы Найдете Одно Такое Место Я Вас Уверяю Это Место Было Вызвано Какими Внешними Факторами Комбинацией Внешних Факторов Который Понятно Что может Повториться Но вероятность Этого Повторения Крайне Низка Соответственно Делаем Вывод Что Крипторынок Он может Падать В короткой Перспективе Полугода Года Двух Лет Трех Лет Уже Практически Нулевая Вероятность Очень низкая Что он Будет Падать Даже Если Вдруг Три Года Он падает Ждите Еще Полгода Года Четыре Года За четыре Года С дельтой Вы уже Я думаю Что ни одного Места найдете Не найдете В истории Крипторынка Где бы Была такая Было бы падение Спустя четыре года Вот поэтому Если вы например Прицелитесь На Эти сейвингсы Хранить Например Не менее пяти лет Не продавать до пяти лет Да Майнить каждый С одной даже С одной даже Карточки Майнить 0.25 эфира в год За четыре года Пусть даже Сложность будет расти Но вы все равно Вымайнить Один эфир То есть окей За четыре года По 0.25 Вымайните Но с учетом Падения сложности За пять лет Да Еще один год Уйдет В четыре года Роста сложности То есть если мы Предположим Рост сложности 25% В год В общем По сети эфира То пятый год У вас уйдет На догоняние Да То есть за пять лет Вы получите доход Четырех лет С всего этого текущего года Если вы понимаете О чем я Вот то есть окей За пять лет Вы получите один эфир К тому моменту Курс эфира Ну я считаю Что минимум Сделает Экстри Вот И посмотрите Сколько у вас будет дохода Вычтите стоимость Электричества Эти же самые Там не знаю Смешные Какие-то Небольшие суммы То есть даже Если вы поставите Две карты Три Четыре То есть пока у вас Не уходит за киловатт Пока у вас Ниже киловатта Расход по электричеству Вы это все можете В рамках одного Даже квартиры Маленького Хоусхолда Держать И не испытывать Никаких из-за этого Сложностей Проблем И так далее Вот поэтому Друзья Это Адвайз Вам всем Если у вас Есть свободные деньги Конечно же Которые вы хотите Попробовать Настроить себе Что-то интересное Выучиться Чему-то новому Узнать что-то новое Интересно На самом деле Не настолько темно Глазами видно Но телефон Не берет Похоже на камеру Очень странно Потому что фотки Да Он не успевает Выконвертировать В общем Повышать А когда фоткаешь Тут прям светло Вот В такое время В общем Узнать что-то новое Поэкспериментировать С компом Попробовать Пособирать железо Набраться опыта Получить новых друзей Научиться Финансовой грамотности Как что покупать Плюс Вам никто не мешает Эти деньги Использовать Для Скажем так Какого-то небольшого Игрового проекта То есть Под игровым проектом Я имею в виду Что поиграться С этой суммой Которую вы получаете Там эти 100-200 долларов Там условные Которые вы на майде За какое-то время Взять Вложить их В какой-то проект Который вы давно слышали О котором Который вы изучили Что там хорошая комьюнити Разработчиков И проект интересный Вы в него верите Вы их знаете Вам вот Этот проект Прям Считаете что он выстрелит И можно в него И можно в него Вложиться А можно вложиться Не в него А можно распределить По-хорошему Как бы Да Надо распределить На 5 или 10 Разных монеток И Дети Условные Там 200 баксов Или 500 Сколько вы намайните На 10 частей Разделяете И Вкладываете Допустим В 5 проектов Или в 3 проектов Или в 10 Насколько хотите Вот Ну естественно Если вам интересно Ребят Как Криптопроекты Проверять Как проверять Их Доходность Их Сообщество Как проверять Что они вообще Это не лохотрон Что это не пирамида Что это реальный Нормальный Интересный проект Если вам это интересно Напишите в комментариях Что вам такая тема Интересна Я сделал отдельный выпуск Не знаю в каком формате Но в каком-нибудь Обязательно сделаю Отдельный выпуск Про То Как проверять Криптопроекты Потому что мне вот часто пишут, о, смотри, какой классный, интересный проект. Ну, именно, я имею в виду не спамеры, а именно друзья. Да, и иногда действительно бывает, что проект нормальный, но в каком проценте случаев я просто даже уже знаю, кто из друзей что пришлет, у кого проекты будут, скорее всего, хорошими, кого, скорее всего, спорными и кого, скорее всего, плохими. Да, то есть можно тоже понимать, насколько человек разбирается и насколько может доверять его мнению, даже, условно говоря, вслепую. То есть это позволит вам даже лучше узнать своих собственных друзей. Вот, но в любом случае, если вам это интересно, напишите в комментариях, я сделаю об этом ролик, какие метрики, какие критерии нужно использовать для того, чтобы оценивать адекватность проекта, скажем так. Я бы в неадекватный проект, я бы вкладываться не хотел, не стал, никому бы не советовал. А вот если проект интересный, то почему бы и нет, и почему бы не вложиться, и даже можно позвать друзей и даже друзьям объяснить, почему этот проект интересный, перспективный и в него стоит вложиться. Здесь вообще поляна абсолютно освещенная, но на камере, похоже, вам ничего не видно. Жаль, жаль, жаль. Вот, в общем, я думаю, что можно на этой позитивной ноте закончить мое видео, потому что как всегда, хочется сделать покороче, получается. Но я думаю, что вы мой месседж услышали. Если были неуверены, вам нужен был пинок и какой-то свыше символ, сигнал, да, то считайте, что это он, тот самый сигнал свыше прямо сейчас. И берите и делайте, ребята, берите и делайте. Попробуйте. Это интересно. Это железо, это компы, это полезные навыки. Это просто увлекательно. И это то, что пригодится вам, вашим знакомым, родственникам, детям, всем вокруг вас. И даже в отрыве от крипты, даже в отрыве от крипты эти навыки, как собрать комп, чтобы все было в нем четко, чтобы было правильное охлаждение, чтобы... Это, кстати, тоже, если вам интересно, можете поспрашивать. Я могу вам рассказать какие-то... Понятно, я не буду делать суровые технические видео с конкретными обзорами конкретных корпусов, по крайней мере, на текущий момент, охлаждением и так далее. Но какие-то общие тактипс, да, я могу вам дать, если вы этого хотите, если вам это интересно. В общем, как обычно, прошу в комментариях указывать темы интересные для вас. Я помню, кстати, что мои видео по Linux неплохо собирают люди, интересуются, то есть, собирают какое-то количество просмотров, при том, что у меня практически пустой канал в плане подписчиков, да, то есть, очень мало людей. Даже если суммировать тех подписчиков по всем видеохостингам, куда я размещаю контент, все равно не очень много, к сожалению. Но, как бы, хочется эту тему прокачивать, вот, хочется, чтобы это было полезно и интересно. И поэтому я прошу фидбэк от вас, мои дорогие зрители, слушатели. В комментариях напишите, что вам интересно, если это тема, в которой я имею какое-то понимание в виде несуждения и могу вам что-то рассказать больше, чем на две минуты, то и даже если на две минуты я могу это включить в рамках другого видео, да, если больше, чем на две минуты, то это может быть отдельное видео. Как видите, тему короткую я могу очень долго не обсуждать. Я не знаю, даже, наверное, это формат каких-то видеоподкастов у меня получается, вместо того, чтобы сделать новостные видеопрогулки, которые я изначально задумывал, тем не менее, спасибо в общем всем за внимание, за просмотр. Надеюсь, как обычно, было интересно. Пишите также, как вам качество видеозвука и всего прочего. В общем, держите меня в курсе, если что-то не так, хотя я знаю, что вы будете это и так делать, но вдруг кто-то имел мысль написать что-то и забыл. Ну и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.